Всем привет! Все чаще мы стали сталкиваться с вопросом по поводу нумеротажа. И сегодня посвятим видео теме нумеротажа. Что это такое, для чего он нужен и когда и где его следует брать. И откуда вообще вдруг появилась эта бумага в общем списке документов для ВНЖ. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! В сети очень много разных гайдов по тому, как получить ВНЖ в Турции. Какие документы для этого нужны. С течением времени количество всяких там бумажек, которые якобы обязательны к предоставлению в ГЁЧ, в этих гайдах только растет. Несмотря на то, что официальной информации от Миграционного управления Турции, никаких анонсов по этому поводу нет. И вот одна из таких бумажек это нумеротаж. Люди, как с писаной торпой, носятся с этим нумеротажем, даже не понимая, для чего вообще нужен этот документ. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Начитавшись разных нерядовых случаев в интернете, считают, что раз у кого-то там запросили какую-то там бумагу, не входящую в основной список документов, необходимых для подачи в ГЁЧ, то значит, это и есть та тайная бумага, которую от всех скрывают, чтобы была причина отказа. В сети так много помогает, которые придумывают разные причины отказа, утверждая, что только они точно знают, какие именно нужно собрать документы, чтобы вам одобрили ВНЖ. И что бы вы думали? Сейчас вот появилась утка об обязательном предоставлении нумеротажа. Вот дословно, что пишут в первом выдаче гугла сайте. Нумеротаж – это справка, содержащая информацию о типе и детальном адресе объекта недвижимости, в котором вы проживаете в Турции. Выдается она в администрации того района, где вы проживаете. Данная справка нужна всем иностранным гражданам, желающим получить или продлить ВНЖ в Турции на основании долгосрочной аренды или по владению собственным объектом недвижимости, то есть ТАПУ. Нумеротаж с 2022 года является обязательной справкой для предоставления в миграционную службу. Без ее наличия документы на ВНЖ не примут. И здесь вот даже стоит восклицательный знак. Наличие этой справки является гарантией того, что человек действительно прописан по указанному в договоре или ТАПУ адресу. А теперь давай разберем, что же не так в этом тексте. Во-первых, определение номеротажа дается верно, так и есть. Это просто адресная справка о существовании данного дома в базе объектов города с детальным его адресом. Ну или по-другому, это выписка из системы регистрации адресов, то есть специальное свидетельство, в котором содержится информация о точном расположении конкретного объекта. Ну а дальше начались противоречия. Ведется речь о прописке, которая якобы там должна быть указана. Но прописаться в квартиру, которую вы арендуете, без наличия ВНЖ вы не сможете, так как для этого нужно предоставить пакет документов, в том числе и копию ВНЖ. Это раз. Прописка нужна лишь для продления ВНЖ. И такая справка называется адрес КАИД. И берется она в ЕДИВЛЕТ. Это два. Видео про адрес КАИД вот здесь вот можешь посмотреть. И просто так, придя в местную администрацию района, вам никто не даст такую справку просто потому, что вы так решили. Для этого вам необходимо иметь документально подтвержденную причину получения такой вот справки. В этом приведенном примере все намешано в кучу, что людям, впервые имеющим дело с вопросами ВНЖ, сразу и не видно. И они в панике начинают ходить по замкнутому кругу. Потому что поверили чепухе, написанной в интернете, не добросовестными помогайками. Которые, видимо, и преследуют цель запутать людей и окольными путями привести их к себе в контору. А ведь кто-то так и не сможет разобраться. И находившись от одного госучреждения к другому, и постоянно получая отказ, так и придут платить деньги вот таким вот помогайкам. Номеротаж не является обязательным документом для предоставления в ГЕЧ. Ни для первичного ВНЖ, ни для продления. Его нужно доносить лишь в том случае, если офицер во время рандеву, проверив все ваши документы, попросит его донести. Так в каких же случаях его могут попросить? Первое. Если квартира, которую вы арендовали, сдается в аренду вообще, в принципе, впервые в жизни. Во-вторых, если квартира, которую вы снимаете, находится в новостройке. И в-третьих, в случае, когда после сверки адреса обнаружится, что адрес дома был изменен. Тогда у вас в кабинете по номеру заявки на сайте, где заполняли анкету, появится внизу уведомление, в котором будет написано о необходимости доноса такого документа. А когда его надо обязательно приносить? Если вы счастливый обладатель квартиры в Турции и получаете ВНЖ по топу, в этом случае обязательный номер оттаж. Во всех остальных случаях вам дадут на донос недостающего документа 30 дней. В этом случае вы распечатываете анкету, которую вы относили в ГЕЧ прямо с сайта, или если уже вы вдруг удалили его с компьютера или флешки. Берете эту анкету, договор аренды, нотариально заверенный, точнее его копию, потому что оригинал-то вы уже отнесли в ГЕЧ, и копию топу собственника на эту недвижимость. И идете в Белидье, это название на турецком администрации района. Заходите в администрацию, ищите табличку с надписью «Нумер оттаж», заходите в указанный кабинет, отдаете документы и получаете вот такую вот справку. В некоторых случаях сотрудник может попросить присутствие собственника квартиры при выдаче справки. В этом случае придется договариваться с владельцем о таком вот походе. Ну, а может и не попросить. Все зависит от конкретного сотрудника. Да, да, это Турция. Здесь все основано на человеческом факторе. Без номера заявки и анкеты номер оттаж вам никто не выдаст. До того, как пошла эта дезинформация с обязательным предоставлением вот такой вот справки, выдавали и без анкеты и регистрационного номера, а просто с такой договором аренды. Но вот после того, как в администрацию пошли просто толпы россиян, начитавшись советов таких же вот россиян, госслужащие теперь требуют предоставить анкету и регистрационный номер этой анкеты. И вообще, такие вот переехавшие россияне, которые помогайками заделались, в погоне за своим доходом готовы на разного рода ухищрения, не чураясь к дезинформации масс. Но никто наперед ведь даже и не думает, не включает, так сказать, критического мышления. Своими же руками усложняет весь процесс получения ВНЖ, пуская людей по замкнутому кругу, который в свою очередь создает неприятные прецеденты, в результате которых турецкие государственные учреждения придумывают усложнение процесса в ответ. И как же часто слышны крики от таких вот россиян о скором отказе или отмене краткосрочных ВНЖ, что невольно вспоминается пословица о том вот мальчике и волках. Эх, горько и стыдно от всего этого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, вопросы, предложения пишите в комментариях под видео. Или на почту указаны также под видео. А также там в описании под видео указан наш сайт, куда вы всегда можете обратиться за помощью в поисках квартиры в аренду или для покупки. А также вопросы в сопровождении или консультации ВНЖ. И если есть желание, то вы всегда можете поддержать наш канал, использовав функцию суперспасибо. Подняли, обняли и немножечко хрустали, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!